Ширк в деяниях, словах, желаниях и намерениях За описанным видом предавания Аллаху сотоварищей Следует предавание ему сотоварищей в деяниях, словах, желаниях и намерениях Ширк в деяниях — это, например, совершение земного поклона не Аллаху Совершение обхода не вокруг Каабы Обревание головы в качестве поклонения и в знак смирения не перед Аллахом Лапзание камней за исключением черного камня, который есть его правая рука на земле А также лапзание могил, приложение к ним и совершение земного поклона им В основе утверждения о том, что черный камень есть его правая рука на земле Лежит слабое сообщение Что же касается смысла этих слов, то он заключается в следующем По словам Аль-Хаттаби, прикасающийся к черному камню, как будто заключает договор с Аллахом Поскольку сложилась традиция, что правители заключают особый договор с кем-то, скрепляя его рукопожатием При оглашении содержания этого договора А Аль-Мухиб Баттабари сказал о смысле этих слов, что члены прибывающих к правителю делегаций Обычно целуют его правую руку А совершающий хадж по прибытии целуют черный камень Поэтому камень уподобляется правой руке Всевышнего А Всевышний, разумеется, ни с чем не сравним и не подобен творением Фатх Аль-Бари Пророк, да благословит его Аллах и приветствует Проклял тех, кто превращает могилы пророков и праведников в места поклонения и молится там Аллаху Так что говорить о том, кто превращает могилы в идолов, которым они поклоняются, помимо Аллаха Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Да постигнет проклятие Аллаха тех иудеев и христиан, которые превратили могилы своих пророков в места поклонения Передали Аль-Бухари, Муслим, Абу-Дауд Иначе говоря, они обращались в сторону этих могил во время совершения своих молитв Или же они возводили над ними храмы и молились в них Этого делать не следует, потому что поклонение Аллаху в подобных местах может привести к поклонению самим могилам Аун Аль-Мабуд И пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал Поистине к наихудшим людям относятся те, кого час этот настанет живыми И те, кто превращает могилы в места поклонения Передали Ахмад, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан В достоверном хадисе также говорится Поистине, жившие до вас превращали могилы в места поклонения Вы же не превращайте могилы в места поклонения Ибо поистине я запрещаю вам это Передал Муслим Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Да проклянет Аллах женщин, часто приходящих на могилы А также тех, кто превращает их в места поклонения И зажигает на них огни Передали Ахмад, Ат-Тирмизи, Абу-Дауд, Ибн Маджа, Ибн Хиббан, Аль-Хаким Хадис достоверный, а часть зажигает на них огни, слабая И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Сильно гневается Аллах на людей, которые превращают могилы своих пророков в места поклонения Мишкат Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал Поистине, когда среди живших до вас умирал праведный человек, они устраивали на его могиле место поклонения и рисовали там эти изображения Это наихудшее из творений перед Аллахом в судный день Передали Аль-Бухари муслим Таково положение человека, который совершает земной поклон Аллаху в местах поклонения, возведенных на могиле Так что можно сказать о том, кто совершает этот земной поклон самой могиле? Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал «О Аллах, не позволь моей могиле превратиться в идола, которому будут поклоняться» Передал Ахмад Пророк, мир ему и благословение Аллаха ревностно оберегал единобожие Он даже запретил совершать дополнительные молитвы Всевышнему Аллаху во время восхода и захода солнца Дабы это не привело к уподоблению верующим язычникам, которые поклоняются солнцу и совершают ему земные поклоны в эти периоды времени И он запретил совершать дополнительные молитвы после послеполуденной молитвы Асар и после утренней молитвы Фаджар до наступления времени дополнительной молитвы духа, поскольку как раз в это время язычники совершают земные поклоны солнцу Согласно одному из мнений, шайтан приближается к солнцу перед закатом Он оказывается возле солнца, когда оно встает А когда оно поднимается, он оставляет его И когда солнце в зените, он оказывается возле солнца А когда оно отходит от точки зенита, он снова оставляет его И когда оно склоняется к горизонту перед заходом Шайтан оказывается возле солнца, а когда оно заходит, он снова оставляет его Поэтому запрещено совершать дополнительную молитву в эти три промежутка времени Малимас Сунан Что же касается совершения земного поклона не Аллаху То посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Никому не подобает падать ниц перед кем-то, кроме Аллаха Привели Ибн Хиббан от Тирмизи Выражение «не подобает» в словах Аллаха и его посланника «мир ему и благословение Аллаха» Подразумевает строгий запрет, подобно словам Всевышнего «не подобает милостивому иметь сына» Сура Марьям, аят 92 И подобно его словам «мы не учили его поэзии, и не подобает ему это» Сура Ясин, аят 69 И подобно его словам «шайтаны не нисходили с ним», с Кораном «это не подобает им, и они не способны на это» Сура поэты, аяты 210-211 И подобно его словам об ангелах «не подобало нам брать покровителей и помощников вместо тебя» Сура развлечения, аят 18 К разновидностям ширко относятся и предавание Аллаху сотоварищей, выражаемое словами Это, например, клятва не Аллахом Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Кто клянется не Аллахом, тот предает Аллаху сотоварищей» Передали Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Ахмад Сюда же относится и тот случай, когда человек говорит творению «как пожелает Аллах и ты» Сообщается, что один человек сказал пророку «мир ему и благословение Аллаха», «как пожелает Аллах и ты» Он же сказал «Неужели ты приравниваешь меня к Аллаху? Говори, как пожелает один лишь Аллах» Приводят Аль-Бухари, Ахмад Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует Запретил говорить так, потому что союз «и» указывает на то, что обе воли Воля раба и воля Господа находятся на одном уровне В отличие от того случая, когда человек говорит «как пожелает Аллах, а потом ты» Поскольку в последней фразе содержится указание на то, что воля раба следует за волей Господа И отсутствует приравнивание раба к Господу И это при том, что Всевышний Аллах подтвердил существование у человека воли Например, он сказал «Тем из вас, кто желает следовать прямым путем» Сура скручивания, аят 28 Так что говорить о тех, кто заявляет «Я уповаю на Аллаха и тебя» Или «Достаточно мне Аллаха и тебя» Или «Нет у меня никого, кроме Аллаха и тебя» Или «Это от Аллаха и от тебя» Или «Это от благодати Аллаха и твоей благодати» Или «Аллах для меня в небесах, а ты для меня на земле» Или же он говорит «Клянусь Аллахом и жизнью такого-то» Или он говорит «Даю обет Аллаху и такому-то» Или «Я раскаиваюсь пред Аллахом и пред таким-то» Или «Я надеюсь на Аллаха и на такого-то» Можно привести и другие примеры Сравни же эти фразы со словами «Как пожелает Аллах и ты» И подумай, что из них отвратительнее И ты поймешь, что эти фразы еще больше заслуживают такого ответа пророка «Мир ему и благословение Аллаха», нежели упомянутая в хадисе И ты поймешь, что если, произнеся эти слова, тот человек как будто приравнял пророка «Мир ему и благословение Аллаха» к Аллаху То произносящий эти фразы приравнивает к Господу миров тех, Кто и близко не стоит к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует Ни в чем и, возможно, даже относится к числу его врагов Земной поклон, иные виды поклонения, упование, обращение, богобоязненность, страх Утверждение человека о том, что данного объекта ему достаточно Покаяние, обет, клятва, прославление, возвеличивание Свидетельствование единственности и восхваления И спрашивание прощения, обревание головы в знак смирения и в качестве поклонения Обход вокруг Каабы и обращение с мольбой Все это исключительное право Аллаха И на это не имеют права ни приближенный ангел, ни посланный пророк Есть еще предавание Аллаху сотоварищей в воле и намерениях Это безбрежный океан, и редко кто избегает попадания в него Кто желает совершить что-то не ради Аллаха Или вознамеривается сделать что-то не ради приближения к нему И не в стремлении получить награду от него Тот предает ему сотоварищей в намерениях и воле Искренность же Это когда человек посвящает Аллаху и свои слова, и свои деяния, и свои желания, и свои намерения Это и есть чистая единобожия Религия Ибрахима, мир ему Исповедовать которую Аллах повелел всем своим рабам И он ни от кого не примет ничего иного Это и есть истинная суть ислама От того, кто ищет иную религию помимо ислама Это никогда не будет принято И в последней жизни он окажется среди потерпевших урон Сура семейства Имрана, аят 85 Ислам это предание себя Аллаху Посредством исповедания единобожия, покорности и подчиненности ему А также подчинение его последнему пророку Мухаммаду Мир ему и благословение Аллаха Посредством веры в него, следования его учению И любви к нему с их внешними и внутренними проявлениями Тафсир Муэссер Это и есть религия пророка Ибрахима, мир ему Отвернувшийся от которой Относится к числу самых недалеких людей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok